Привет всем любителям бисероплетения, с вами Оля, и в этом видео я покажу, как сплести сердце из бисера и лески в технике крестик. Из такого сердца можно сделать брелок, кулон или подвеску, или кольцо. Для плетения я беру бисер 10-го размера, красного цвета. 1 метр лески, диаметром 0,3 мм или тоньше. Концы лески покрыла лаком, чтобы было виднее на видео. Вот схема плетения, всего 61 звено. Начинать будем отсюда, там где циферка 1. На леску набираем 3 бисеринки, другим концом проходим через крайнюю бисеринку крест-накрест. Затягиваем ровно на середине. Далее для плетения второго звена на один конец набираем 2 бисеринки, на другой 1 штучку. И тем концом, где одна бисеринка, проходим через крайнюю бисерину с противоположной стороны. Третье звено так же, как и предыдущее. На один конец набираем 2 бисеринки, на другой 1 и тем концом, где одна бисерина, проходим на противоположной леске через крайнюю бисеринку. Четвертое звено все так же. С одной стороны 2 бисеринки, с другой 1. Повторяем эти же действия в 5-м. Шестом И седьмом звене. Для плетения восьмого звена на одну леску набираем 3 бисеринки, другой леской проходим через крайнюю бисерину. У нас получился поворот на другую половинку. В девятом звене на любой из лесок набираем 2 штучки, на другую сторону набираем 1 бисеринку. И тем концом, где одна бисеринка, проходим через крайнюю бисерину на противоположной стороне. В десятом звене повторяем предыдущие действия. Также плетем в одиннадцатом. Двенадцатом. Тринадцатом. И четырнадцатом звене. Для пятнадцатого звена на леску, что с внешней стороны, получившейся галочки, набираем 2 бисеринки. Другой леской проходим через крайнюю бисеринку. Это мы сплели первый ряд. Переходим ко второму ряду и шестнадцатому звену. На леску, что с внешней стороны галочки, набираем 3 бисеринки. И этой же леской, что набирали, проходим со стороны основного плетения через первую набранную бисеринку. Подтягиваем. Для пятнадцатого звена набираем по одной бисеринке на каждую сторону. И леской, что сверху, проходим в нижнюю бисеринку. И эту же леску заводим в верхнюю ближайшую бисерину предыдущего ряда. В восемнадцатом звене повторяем действие. Набираем по одной бисеринке на каждую сторону. Верхней леской прохожу в нижнюю бисеринку. И этой же леской прохожу через верхнюю ближайшую бисеринку предыдущего ряда. В девятнадцатом звене все то же самое. Набираем по одной бисеринке. Верхней леской проходим в нижнюю бисеринку. И этой же леской проходим в бисеринку предыдущего ряда. Также повторяем в двадцатом. Двадцать первом. И в двадцать втором звене. После этого нижнюю леску выводим еще через одну верхнюю ближайшую бисеринку предыдущего ряда. В двадцать третьем звене на любую из лесок набираем одну бисеринку. Другой леской проходим через нее. И леской той, что внизу, проходим через верхнюю ближайшую бисеринку предыдущего ряда. Плетем двадцать четвертое звено. Набираем по одной бисеринке на каждую сторону. И верхней леской проходим через нижнюю бисеринку. Этой же леской проходим еще через верхнюю ближайшую бисеринку предыдущего ряда. В двадцать пятом звене повторяем действие. Набираем по одной бисеринке на каждую сторону. И верхней леской проходим через нижнюю бисерину. Этой же леской проходим еще через верхнюю ближайшую бисерину предыдущего ряда. Делаем такой же повтор в двадцать шестом. Двадцать седьмом. И двадцать восьмом звене. В двадцать девятом звене просто набираю по одной бисеринке. Верхней лесочкой прохожу через нижнюю бисеринку. Плетем последнее тридцатое звено второго ряда. На леску, что с внешней стороны, набираю две бисеринки. Другой леской прохожу через крайнюю бисеринку. Переходим к плетению третьего ряда. Набираем тридцать первое звено. На леску, что с внешней стороны, набираем три бисеринки. Другой леской проходим через крайнюю бисерину. И теперь леску, что оказалось внизу, заводим в ближайшую верхнюю бисеринку предыдущего ряда. В тридцать втором звене набираем по одной бисеринке. Верхнюю леску заводим в нижнюю бисеринку. И эту железку заводим в верхнюю, ближайшую бисеринку предыдущего ряда. Также плетем тридцать третье. Тридцать четвертое. Тридцать пятое. И тридцать шестое звено. После этого леску, что внизу, выводим еще одну ближайшую верхнюю бисеринку предыдущего ряда. Плетем тридцать седьмое звено. На любую из лесок набираем одну бисеринку, другой леской проходим через нее. И еще нижнюю леску выводим в верхнюю бисеринку предыдущего ряда. Плетем тридцать восьмое звено. Набираем по одной бисеринке. Верхнюю леску заводим в нижнюю бисеринку. И эту железку заводим в бисерину предыдущего ряда. Также плетем в тридцать девятом, сороковом, сорок первом. И в сорок втором звене. Плетем последнее сорок третье звено третьего ряда. На внешнюю леску набираем две бисеринки. Другой леской проходим через крайнюю бисеринку. Переходим к четвертому ряду и сорок четвертому звену. На леску, что с внешней стороны, набираем две бисеринки. Другим концом проходим через крайнюю бисерину. И нижнюю леску заводим в верхнюю бисеринку предыдущего ряда. В сорок пятом звене набираем по одной бисеринке. Верхней леской проходим в нижнюю бисерину. И эту леску заводим в верхнюю бисерину предыдущего ряда. Повторяем те же действия в сорок шестом, сорок седьмом и сорок восьмом звене. После этого нижнюю леску заводим в еще одну верхнюю бисеринку предыдущего ряда. Плетем сорок девятое звено. Набираем одну бисеринку, другой леской проходим через нее. И нижнюю леску заводим в верхнюю бисеринку предыдущего ряда. Плетем пятидесятое звено, набираем по одной бисеринке. Верхней леской проходим в нижнюю бисерину. И эту железку заводим в верхнюю бисерину предыдущего ряда. Повторяем такое плетение в пятьдесят первом, пятьдесят втором и пятьдесят третьем звене. Для последнего звена четвертого ряда набираем одну бисеринку на внешнюю леску. Заводим ее в боковой бисер предыдущего звена. Сверху вниз. И теперь эту железку нам нужно вывести через нижнюю. Боковую. И верхнюю бисеринку предпоследнего звена. Другую леску заводим в верхнюю бисеринку предпоследнего звена. Вот кудой мы выводили леску. Плетем последний пятый ряд и пятьдесят пятое звено. На внешнюю леску набираем две бисеринки. Другой леской проходим через крайнюю бисеринку. И нижнюю леску выводим через верхнюю бисерину предыдущего ряда. 56 звено набираем по одной бисеринке. Верхней леской проходим в нижнюю бисеринку. И эту же леску заводим в верхнюю бисерину предыдущего ряда. В 57 звене также плетем. Продолжение следует... И еще нижнюю леску продеваем в еще одну верхнюю бисерину предыдущего ряда. Плетем 58 звено, набираем одну бисеринку, перехрещиваем на лесочках. И нижнюю леску заводим в верхнюю бисеринку предыдущего ряда. 59 звено, набираем по одной бисеринке, верхней леской проходим в нижнюю бисерину. И эту же леску заводим в верхнюю бисеринку предыдущего ряда. То же самое в 60 звене. И последнее 61 звено, на верхнюю леску набираем одну бисеринку, продеваем ее в ту бисеринку, откуда идет нижняя леска. Выводим леску по кругу, чтобы они оказались две вместе, и завязываем на несколько узелков. Лишнее обрезаем. Для объемного сердца нужно сплести две такие половинки и сшить их вместе. Берем отрезок лески где-то 50 см, набираем туда одну бисеринку, складываем половинки точь-точь друг на друга и по выпирающим боковым бисеринкам будем сшивать. Одну леску вставляем с одной стороны. Другой конец лески вставляем с другой стороны. Вставляем сверху вниз. Другой конец. Далее набираем одну бисеринку, перехрещиваем на леске, концы вставляем каждый со своей стороны в боковые бисеринки. Повторяем действия по всему кругу. Продолжение следует... В конце связываем леску и обрезаем. Теперь это сердце можно подцепить как брелок. Кулон или подвеску. Или приплести основу для кольца. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. До новых видео!